На работу в сложной технике «Шерстяная акварель» Наталья потратила два месяца. Работала, конечно, с перерывами, но рукоделию отдавалась полностью. Жалуются на хобби, времени уходит много. Но семья увлечения приняла и смирилась. Если Наталья идею для работы придумала, ее уже никакие дела не оторвут. Я начинаю потихоньку думать, думать, как и вот додумываю. Где-то я неделю, наверное, думала только над сюжетом этой картины. Берется пряжа для валяния. И вот легким взмахом руки, можно сказать, накладываешь одну прядку шерсти на другую. 30 учеников студии Центра народного творчества техник рукоделия изучили немало. Здесь и всевозможные виды вышивки, и куклы, и декупаж. Начинали мастера всегда под присмотром преподавателя, ну а потом давали волю фантазии. Для выставки отобрали больше 200 работ. Это итог трехлетнего обучения. Даже название экспозиции соответствует. Делу время по тихий час. Мы трудились, трудились, а теперь отдыхаем и показываем вам все, что мы наработали. К названию мы немножечко и часы присоединили, потому что они показывают время отдыха и время труда. И оформлены они в самых разных техниках. И все, что мы прошли и изучили, мы это оформили в наших часах. Татьяна Сергеевна за годы обучения столько работ сделала, что уже со счету сбилось. Да и многие творения у себя не хранит. Дарит близким. Вот и эту работу с подсолнухами дома редко увидишь. Но по другой причине. Путешествует по выставкам то во Владимире, то в других городах. Эту работу Татьяна Сергеевна особенно любит. Давно хотела выполнить такую работу. Ну вот увидела по гобелину, мне понравилась техника, вышивка лентами и узелковая гладь. Напечатана картинка была на гобелине, мне понравилось. Своё мастерство ученики и дальше будут совершенствовать. Если в рукоделии затянет, то уже не остановишься. Валерия Саенко, Александр Мажаров, 6 канал.